Более тысячи нарейнмарцев посетили в этом году традиционное мероприятие – гостиная-мастерская «Дом Нового Года». Этот праздник для детей и взрослых организует этнокультурный центр Ненецкого округа. В этом году своими знаниями и умениями в изготовлении ёлочных украшений и сувениров с горожанами делились около 40 мастеров. В этом году традиционное и, наверное, одно из самых любимых большинством горожан мероприятие – гостиная-мастерская «Дом Нового Года» проходит в четвёртый раз. Три этажа культурно-делового центра «Арктика» заняты творческими площадками. Здесь шьют, красят, клеят и даже учатся сервировать столы к празднику. Словом, каждый посетитель может найти себе занятие по душе. Ольга Прилукова вместе с сыном Николаем, например, решила сшить брелок «Собачья лапка». Ребёнок у нас ещё не умеет шить, но мы вместе пытаемся, стараемся, у нас всё получится. Конечно, никто не уйдёт с этой ярмарки без самодельного сувенира, уверен Евгений Кокурин. Под его руководством мальчишки, девчонки, а также их родители расписывают фанерные шарики, украшают их снежинками. За первые полтора часа открытия гостиной его мастер-класс посетили уже более 20 человек. Предельно простейший. Буквально два года ребёнка, и он делает игрушки. Чё говорить о взрослом. 99% у всех получается. А так-то у всех получается. По-любому, как оно не получится, если человек делает. Участие в предновогодней ярмарке приняли более 40 умельцев. Но от желающих сделать подарочек своими руками буквально нет отбоя. Иногда, чтобы принять участие в том или ином мастер-классе, приходится даже отстоять небольшую очередь. Все востребованы мастер-классы. Как всегда, очень популярен, конечно, аквагрим. Здесь всегда у нас очередь. Как всегда, очень популярны у нас пряники расписные, мыло, варенье, как всегда. Ну и все остальные, конечно, спасибо огромное нашим мастерам, что у них такие золотые ручки и доброе сердце. Доброта – одна из составляющих этого мероприятия. Например, тортики от местных кондитеров, которые радовали глаз посетителей на выставке, по окончании праздника были переданы в дар многодетным семьям. А каждый участник мастер-класса получал не только сувенир-хендмейд, но и лотерейный билетик. Счастливчики выигрывали призы от этнокультурного центра. Кто у нас счастливчик с билетом под номером 93? Ну а если собственная поделка не очень удалась, повода для расстройства нет. Фойе первого этажа – бойкая торговля уже готовыми сувенирами от нарьинмарских умельцев, а на память красочная фотография с волшебными оленями и на королевском троне в специально организованных фотозонах. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север».